Нурсултан Азарбаев выступил с ежегодным посланием народа Казахстана. Стратегический документ посвящен актуальным вопросам социально-экономического развития страны и задачам по дальнейшему повышению благосостояния казахстанцев. Ельбасы затронул такие сферы, как деятельность МВД, судебная система. Президент страны поручил разработать систему региональных стандартов для различных категорий населенных пунктов от опорных сел до городов республиканского значения. Правительству необходимо разработать прагматичную программу развития регионов до 2025 года с конкретными мероприятиями, развивать городскую инфраструктуру. Особое внимание надо уделить развитию въездного и внутреннего туризма. Здоровая нация, приоритет государства, некачественные товары, в том числе продукты питания, одежда, игрушки, представляют большую угрозу. Надо создать единый комитет по контролю за качеством услуг, который должен сконцентрироваться на вопросах медицины, питания и услуг. Лидер нации высказался и о статусе педагогов и поручил решить проблему трехсменного обучения. Затронута и сфера ЖКХ и коммунальных услуг. Кредитование приоритетных производственных секторов малого и среднего бизнеса. Дорожную карту бизнеса 2020 поручено продлить на пять лет. С 1 января 2019 года глава государства поручил увеличить размер минимальной заработной платы в полтора раза. Поручаю с 1 января 2019 года поэтапно повысить заработную плату на 20% участковым медработникам, внедрившим новые подходы к управлению заболеваниями. Для этого в следующем году будет выделено из бюджета 5 миллиардов тенге. Используя опыт уже созданных кардиологического, нейрофирургического кластеров, которые получили хорошую оценку и доверие, в следующем году нужно приступить, наконец, к строительству национального научного онкологического центра в Астане. Я два года долблю всех. Давайте начнем, давайте начнем, пока по столу кулаком не ударил и не заставил, и все, и не чесались. Продолжение следует...